Михаил, вот ролик мы с тобой посмотрели, который прислал Денис Конуков. Что ты о нем думаешь, об этом ролике, о том, чем занимается Денис и вообще какое-то впечатление сложилось от того, что ты увидел? Сначала интересно было, вот у меня ощущение, когда я его начал только смотреть и он начал рассказывать о том, как он побывал на местах силы и туда начал, значит, с запросом определенным, он хотел постичь, как, соответственно, мироздание функционирует, все такое, что-то такое тайное мироздание. И он положил туда то, что называется требуя славянства или, по-русски говоря, дары под отношениям в виде трех треугольных таких пирожков, но он их сложил стопочкой и получилась девяти лучевая звезда. И, как ни странно, на его этот запрос ему пришел ответ и этот ответ перерос в то, что возник у него контакт с то, что можно, скорее всего, назвать внутренним его или это высшее я или дух или душа, но вот этот вот двусторонний обмен, который у него происходил, когда он искал из того, что было, сначала искал в религиях ответы на свой вопрос, что-то находил, что-то не находил. И потом, как через это осмысление он уже пришел к буквице, к славянству, к ведам, к нашей древности, как понял, что целостное все не разобрано, когда каждый в своих колокольнях что-то хвалит. Вот это в его рассказе мне понравилось. Его путь, его практические действия и результат, который он выдает, который каждый может проверить и использовать, если он посчитает нужным в своей жизни. Вот это мне очень понравилось. Да, немножко предысторию расскажу. Денис мне позвонил по скайпу в свое время. Это уже несколько месяцев назад было. Говорит, Алексей, я вот с тобой хочу поделиться информацией. Какой? И он начал рассказывать об этом, обо всем. Мне показалось, что в этом что-то есть. И я говорю, давай сделаем так. Ты изложи все, что наработал в видеообращении, в каком-то, может быть, семинаре, в докладе. И мы с тобой на радио проведем передачу. Он говорит, ну, мне хотелось бы еще что-то продумать, познакомиться с другими людьми. И стал спрашивать контакты разных людей, исследователей и так далее. Я ему то, что было у меня, отдавал эти контакты, он с ними связывался. И мы иногда с ним так переписывались, иногда с ним разговаривали. И вот, ни с того ни с сего, вдруг он мне присылает наконец-то этот ролик. То есть, без предупреждения, просто вот ролик смотри. То есть, случилось то, что я и предлагал изначально. Я стал смотреть этот ролик, ну, вижу сид какой-то застенчивый человек, который так мнется. Думаю, ну, что ты как-то вот подаешь эту информацию? Не так. Ты же исследователь. Тебе надо так вот продавливать. Вот, смотрите, что я накопал. А он как так мнется, что так и так далее. Я пошел туда-то. Ну, ладно, смотрю дальше. Потом он начинает говорить про религиозные какие-то воззрения. Думаю, ну, вот, опять потянуло там куда-то. Потом вдруг, смотрю, переходит уже на ведическое что-то. Потом переходит на божественный план. Потом еще что-то, еще что-то. Переходит к буквице. Причем к буквице объемной. То, что еще никто не говорил. Все рассматривают буквицу вот в плоскости в этом самом квадрате. А он переходит в такой же объемный. И дальше это же неоконечный вариант. Он это складывает уже в некий кристалл, который уже может быть ключом всего мироздания. И вот тут я понял, как человека этого, Дениса в данном случае, высшее проведение вело. Как ему просто были команды. Делай вот это. Делай вот так. Иди, возьми вот это и дочинай. И понял, как исследователь, который не затыкается на чем-то узком, проходит все этапы. Сначала он берет, хватается, вернее. Не берет, даже хватается за то, что находится у него под рукой. Вот первое, что у него было, и у большинства людей, что первое в голову приходит, это взять какое-то священное писание. Ну, священное писание какие у нас есть? Те, которые, естественно, доступны. Это иудаизм, буддизм, христианство и ислам. Вот ему попалась Библия. Он там ее стал читать, и он нашел какие-то подтверждения. Кто-то на этом бы сразу, если бы нашего превью вот этого не было, разговора. Наверное, он сразу выключил, сказал, а, опять туда, все известно. Я посмотрел дальше и рекомендую, дальше посмотрите. Следующий этап у него было другое, более интересное. Потом еще более интересный этап появился. И если вы просмотрите это видео целиком, вы поймете, как на ровном месте человек, который доверяется своему высшему Я, который исполняет волю своего высшего Я, достигает вот таких определенных уровней познания этого мира. Он открывает ключи к нашему мирозданию целиком. И не просто он это так вот, дай-ка я сейчас открою и никому бы не покажу. Нет. Он это сам открыл и призывает других с ним контактировать. Призывает других исследователей делиться этим. Вот что очень важно. Вот что для меня ценно. Человек не становится каким-то таким суперзвездой. Он остается простым человеком и приглашает других, таких же людей, объединяться вместе и раскрывать на новом уровне те знания, которые до него пришли и которые до других людей доходят. Складывая их вместе и понимая, как устроен этот мир. Ну, всех тайн выдавать не будем, иначе будет неинтересно смотреть этот ролик. Я предлагаю всем запастись вкусным, ароматным каким-нибудь настоем какой-нибудь травки типа иван-чай. Сесть поудобней и потратить время с пользой. Посмотреть этот, на мой взгляд, интересный и познавательный ролик. Остановление человека-исследователя. Здравия всем желаю, друзья мои, добрый вечер. Хочу вас поздравить с наступающими праздниками. Всех пожелать вам счастья, добра, успехов в личной жизни, взаимопонимания, друг с другом, чтобы понимали вы друг друга. О чем хочу поговорить с вами? Дело в том, что на протяжении нескольких лет ко мне идет какая-то информация, а именно начиная с 2015 года, я собрал некоторый объем информации, который идет, 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 идет. И вот, видимо, пришел момент, когда я должен этой информацией с вами поделиться. А все началось с того, что я помолился на святом месте. В 2015 году это был своего рода обряд, молитвы. Ну и когда вот мы молимся, необходимо, чтобы было три пирога. Три пирога, каждый из которых имеет форму треугольника. Я уже однажды говорил об этом, но сейчас у меня информация уже будет более полная и более, наверное, осмысленная, потому что уже много времени прошло, с тех пор я уже пообщался с многими людьми. И ко мне пришло какое-то понимание, представление о том, откуда информация идет, как она вообще появляется. Ну, в общем, началось все вот с того, что вот эти три пирога имели форму вот такую. Когда их раскладываешь, получается вот такая форма, звезда, девятиконечная звезда. С этого все и началось осенью 2015 года. И вот когда я молился, я обратил внимание, почему именно вот девятиконечная звезда. Как-то у меня в голове отложился этот образ. Потом я пришел домой, придя домой, думал об этом. И так получилось, что ни с того ни с сего я потянуло рисовать. Какой-то голос мне как будто говорил, нарисуй, 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 нарисуй. Ну, что нарисовать? Думал про себя, что вот. Взял карандаши, купил. Купил листы. От формата А4, альбом купил. И вот первое, что я нарисовал, это вот этот первый рисунок, был вот этот рисунок. Лев. Потом появился вот этот рисунок. Какой-то портрет девушки, не знаю. Просто вот и формация шла, и отбрал, и рука сама ввела. Потом нарисовал вот такого дракона. Вот такой вот дракон. Получился. Так, прошел где-то, наверное, месяц. И сестра моя старшая, дай бог и здоровья, подарила мне ноутбук. Когда я включил его, первым делом, что я набрал в ютубе, это, что такое девятиконечная звезда, что она вообще означает. И вот пошла информация. Я начал всю эту информацию записывать. И записывал это все в конспекты. У меня здесь все написано в конспектах. Вот такие конспекты. Вот здесь все у меня здесь написано. И писал, 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 собирал, собирал. Все, что именно касалось вот этой девятиконечной звезды. Внутри какой-то голос мне говорил, что вот это надо делать. Я сидел и вот писал, и писал, и писал, и писал. Так продолжалось до 2017 года. В 2017 году с 22 на 23 сентября произошло некое событие. Совпали одновременно. Новый год совпал. И по иудейскому календарю, по мусульманскому календарю, славянскому календарю. То есть на один день выпал Новый год. По всем календарям. Какое-то вот такое необычное событие произошло. и в это время на небе тоже произошло какое-то событие, о котором потом я видел ролики. Когда смотрел я эти ролики, это были снимки НАСА, там говорилось об событии таком, которое упоминается апокалипсисе Иоанна Богослова. У меня Библия здесь, вот в Библии написано. Здесь, вот, сейчас я вам прочитаю. 12 глава. Явилось на небе великое знамение. Жена, облеченная в солнце, под ногами ее луна, и на голове ее венец из 12 звезд. она имела в очреве и кричала от боли и мук рождения. И другое знамение вилось на небе. Вот большой красный дракон с семью головами и десятью рогами, и на головах его семь диадим. Хвост его увлек с неба третью часть звезд и поверг их на землю. Дракон сей стал перед женой, которая надлежала родить, дабы, когда она родит, пожрать ее младенца. И родила она младенца мужеского пола, которому надлежит почти все народы жезлом железным, и восхищено было дитя ее к Богу и престолу его. А жена убежала в пустыню, где приготовлено было для нее место от Бога, чтобы питали ее там 1260 дней. И произошла на небе война. Михаил и ангел его воевали против дракона, и дракон и ангел его воевали против них. Но не устояли, и не нашлось на небе уже для них места. И низвержен был великий дракон древний змей, называемый дьяволом и сатаною, обольщающий всю вселенную, низвержен на землю, и ангел его низвержен и с ним. В общем, вот эта 12 глава здесь оговорится об этом. Еще здесь говорилось про созвездие льва. Что у нее в голове созвездие льва и на самом деле это было созвездие Девы с 22 на 23 сентября в небе. Действительно было. И вот я тогда вспомнил о своих рисунках. Вот я рисовал вот этого льва нарисовал, дракона, и все как-то вот это совпало. Не знаю, говорят, что случайностей не бывает. И вот эти рисунки мои как-то... И вот тогда я начал уже как-то более серьезно и взял свои конспекты и начал систематизировать то, что было записано там. Вот касаемо этой девятиконечной звезды. И мне попала информация. Такая информация, что опять видеоролик в этом видеоролике это был видеоролик про Георгия Ивановича Гурджиева. И вот такая вещь получилась. Показываю вам. Это называется энеограмма. И вот это девятиконечная звезда. Разъяснение, что это означает, как это означает. это означает вот этот ряд, музыкальный ряд, звуковую частоту. Вот здесь частоты расписаны. В общем, такая информация шла. И одновременно шла информация, что я это должен рисовать, зарисовывать. Ну, так как я чуть-чуть имею представление. Рисовать чуть-чуть умею, еще и чертить чуть-чуть умею. И в общем вот это все я очертил вот так. Записывал все, конспектировал в конспекторах. Вот это все ноты до. Здесь они написаны у меня. Все расписано. И потом пошел еще один видеоролик. В этом видеоролике этот видеоролик был посвящен магическим квадратам. Существуют магические квадраты, это в которых во все стороны равны суммы. здесь у меня записано даже есть информация вот про магические квадраты прочитаю вам. магические квадраты также принято называть семью печатями Иоанна Богослова. Кто способен их открыть, открывает мир истины. Бог это то, что человек не видит, но рано или поздно к этому придет. Бог это сами люди, вовне их Бога нет. Люди создали свой мир, чтобы видеть цели познания, когда эти цели достигать не получается. Появляется Бог, чем сильнее Бог, тем слабее люди, чем сильнее вера, тем сильнее Бог. Вот такое высказывание было, записало это все. И вот эти семь печатей, и опять откровение Иоанна Богослова, эти семь печатей. И мне пришлось их тоже зарисовать. Вот они вот здесь так выглядят. Вот это первая печать. Вот одна из печатей. Это у нас будет печать Юпитера. Еще была печать Сатурна. вот Сатурн. Вот если так быть точнее, тогда 3 на 3, 9 цифр. Квадрат 3 на 3. Вот здесь цифры расположены так, что в любую сторону и по диагоналям сумма одинаковая. 3 пирога, 3 пирога, вот эти треугольники. Я тогда нарисовал треугольник тоже и соответствующий этому квадрату 3 на 3. Вот здесь и нарисовал его. Вот он так выглядит. и внутри у него получилось тоже 9 треугольников маленьких. Здесь 9 квадратиков, а здесь 9 треугольников. И то есть у нас получается какая-то тождественность. Содержимое одинаковое вроде по количеству, форма разная. И вот такое что-то мне опять пришло в голову. Голос этот и вот я нарисовал и каждому квадрату вот это Юпитер, печать Юпитера. Потом дальше идет у нас Марс. Вот это квадрат Марса, это треугольник вот такой соответствующий и печать. Вот чтобы лучше было видно вам. Вот так. Потом дальше идет у нас уже квадрат Солнца и вот здесь печать Солнца и снова треугольник такой же соответствующий. Дальше идет уже квадрат 7 на 7 треугольник такой же и вот здесь у нас это уже печать Венеры. Вот здесь она вот так выглядит. вот она потом идет вот здесь печать Меркурия и квадрат Меркурия вот квадрат Меркурия и треугольник еще один квадрат 7 это вот квадрат Луны и соответственно печат Луны. А потом у меня пошла информация такая что мне надо было сложить сумму всех цифр квадратиков и разделить на 7 почему-то такая информация пошла мне я первый квадрат 9 цифр когда складывается у нас получается сумма 45 когда сумма делится на 7 получается значение такое значение которое совпадает с частотой здесь частотный ряд вот эти частоты они практически не меняются меняется только до запятой вот это меняется а за запятой что цифры которые рация они как бы меняются как бы такой хоровод получается у них от одного до семи потом целое получается число потом опять дробное и вот так по кругу я подумал почему это что за круговорот этот получается и опять голос говорит начерти начерти нарисуй я нарисовал тогда и у меня получилось вот такое рисунок то есть вот три треугольника этих и вот два треугольника которые по бокам вот эти цифры как раз здесь идут от одного до восьми но здесь есть еще девять три и шесть но они как бы не участвуют в этом хороводе в хороводе участвуют только вот эти два треугольника и вот это вращение идет по кругу вращение как мы знаем все вращается планеты вращаются все вокруг солнца все вращается во вселенной все вращается и вот это магические квадраты о них вот такая информация еще пошла что магический квадрат обычный в церемониальной магии используется семь квадратов силы которые называют совершенной силой или квадратами планетарных разумов вот и каждый из семи космических тел вращается по орбите своей частотности и излучает пространство вибрации времени образуя музыку сфер которая создает характер и судьбу любого явления в нашей жизни вот такая информация тоже пошла тоже записал ее для себя отметил потом дальше пошла информация тоже что я взял и вот таким образом начал соединять в квадратах цифры от одного и дальше вот как они идут один два три четыре пять и вот так не отрывая ручку или карандаш и до конца до 16 вот здесь квадрат у Питера как пример от одного до 16 и вот в этом квадрате получилась вот такая вот схема эта схема у нас есть схема теперь есть есть частота мы знаем что это вращается все единственное что это представить надо уже как в объеме это вот на плоскости вот так если но так если в объеме представить это у нас получится уже куб квадрат он как куб будет а вот это все это схема содержание внутри его и здесь еще получается то что в каждом квадрате вот чтобы вам было видно были вот эти разные цвета и какие-то вот такие рисунки получались внутри квадрата вот здесь крестик вот и 4 по бокам и везде вот в разных цветах в одном цвете четные цифры в другом нечетные в каждых квадратах вот так отмечены вот здесь точно тут тоже так же вот только здесь рисунок другой но опять таки по цветам четное нечетное вот здесь опять поделено все здесь это квадрат солнца здесь сумма 666 разделить и получится опять вот такое значение 5 частота с какой частотой что-то вращается может солнце вращается может наверное скорее всего какой-то процесс на солнце вот эта схема получилась такая вот эта схема солнца вот с такой схемой работает оно видимо внутри потом я это все взял и более чтобы было это все в объеме я нарисовал это и перенес на уже большой формат и в большом формате у меня получились такие вот рисунки сейчас я вам их покажу вот они если мы вот так посмотрим вот так выглядит это вот квадрат Сатурна вот он а на другой стороне здесь вот его печать печать Сатурна потом идет вот Юпитер вот это его печать а это уже квадрат со схемы и вот если в масштабе смотреть то что печать она ровно прямо ровно ложится симметрично вот опять это печать Марса вот здесь уже показано здесь вот он этот квадрат Марса вот здесь схема Марса вот здесь как она ложится печать тоже показано вот она ровно ложится прямо на эту схему и вот здесь частоты расписаны и вот здесь частота наверху какая частота получается если сумму разделить на 7 сумму всех цифр квадрат и на 7 делим получается частота в общем у всех квадратов вот печати и схемы вот они так получаются печати схемы печати схемы Меркурий вот она схема квадрат Венера вот она схема опять квадрат Луна вот тоже схема квадрат и печать в этом квадрате то есть совершенно симметрично все потом я заметил еще закономерность такая идет что если складывать уже до до единицы если сумму сложить допустим квадрат Сатурна взять и у нас будет здесь 9 цифр и получится у нас 45 сумма и 4 плюс 5 будет 9 дальше идет квадрат 4 на 4 это печать юпитера будет и у нас здесь будет сумма 136 всех цифр 1 плюс 3 плюс 6 будет 10 10 дальше идет печать марса здесь у нас тоже сумма получалась сумма всех цифр 325 3 плюс 2 плюс 5 будет 10 и получается что идут они сначала идет Сатурн и потом по возрастающей идет 9 2 раза по 10 потом опять идет печать солнца вот так квадрат солнца с печатью и здесь сумма будет 666 это 18 опять 1 плюс 8 снова получается 9 и вот так они идут 9 10 10 9 10 10 9 тоже какая-то закономерность я не знаю это к чему почему просто вот такая информация мне пришла а информация это мне идет я должен этой информацией поделиться с вами и вот пообщавшись с одним хорошим человеком мы договорились что я вот так выложу видео и может кому-то это что-то может кто-то что-то еще увидит вот вот такая информация пришла ко мне потом дальше еще больше дальше больше уже начал я интересоваться уже квадраты вот эти квадраты и один из квадратов 7 на 7 меня заинтересовал потому потому что этот квадрат он совпадает у нас 7 на 7 есть такое буквица древнеславянская буквица называют ее вот и в этой буквице у нас 49 буквиц сейчас я вам покажу тоже вот она 49 буквица вот вот они идут начинается аз и вот здесь их значение это все я переписал вот здесь они все записано расписано здесь каждая буквица имеет свои смысловые значения образные значения смысловые значения и таки допустим вот аз означает вот образ так звучит аз земли пора вставать надо дело начинать а потом дальше идет уже какое-то ее внутреннее содержимое и значение вот у него столько значений в этой буквы аз это исток начало изначали начало первое первооснова причина аз человек бог живущий на земле изначальный сетель жизни на земле под началом творца вселенной достойный лидер обновления азы вот такие значения и эти значения есть у каждой буквицы вот так она выглядит эта буквица 7 на 7 и опять мне идет такой посыл нарисовать 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 я сажусь и вот сама рука ведет и опять рисовать начинаю и получается вот такой квадрат теперь получился квадрат это 7 на 7 квадрат а потом я уже наложил на него схему из тех печатей которые у меня были схема и схема равномерно легла на этот квадрат но здесь как мы видим вот здесь уже внутри появляется какие-то подобия кристаллов вот как розов ветров разные направления вот так он получился я вот здесь отметил разными цветами синим и красным ну чтобы показать вращение то что вращение идет и вот для сравнения покажу вам вот он так выглядит он на плоскости вот этот квадрат потом я взял этот квадрат вот он если вот так развернуть его вот он то же самое только я уже потом его порезал как надо все и теперь уже у меня получается понимаете удивительные вещи какие-то происходят получается вот такая фигура вот когда сложить его этот квадратик вот он прям складывается вот так вот он и вот так складывается и получается пирамидка вот она вот так получилась вот такая пирамидка красивая симпатичная с основанием то есть это если образно так представлять себе то что на плоскости она имеет 7 на 7 вот эта информация но она сложилась у нас в пирамиду то есть теперь мы идем как бы к пирамидам что такое пирамиды сейчас изучают эти пирамиды хотят понять что они себя представляют но так она равномерно складывается и все вот эти линии которые были изображены вот на этом рисунке эти поля взаимодействия это все вот здесь гармонично очень гармонично от основания до вершины в основании все вот так остается внутри а потом вот здесь я по бокам это все идет к вершине но это только часть одна маленькая часть большой фигуры я вот здесь изобразил ее и специально до конца не доделал просто показать вам хочу как это будет выглядеть в целости вот она маленькая часть это если вот взять вот одна часть только вот это вот это 7 на 7 со всей информацией которая в ней заложена и вот она является маленькой частью вот этого кристалла большого внутри которого куб 7 на 7 тоже то есть он гармонично ложится все друг на друга вот так и получится уже вот такой объемный объемный какой-то кристалл я как представил себе что он как будто этот кристалл находится внутри ядра земли ну какое-то такое мне представление вот по поступающей информации и что пирамиды они взаимодействуют с внутренним вот этим содержимым земли с кристаллом то как бы поле идет вращение в одну сторону в другую сторону вот это получается торсионное поле как сейчас говорят и вот это взаимодействие идет в каждой планете если брать эти квадраты я еще больше начертил тоже вот в каждом квадрате вот такие кристаллы получаются если естественно все правильно порезать все сложить и получится и получится опять пирамиды и везде будет получаться кристаллы и вот эти кристаллы видимо содержатся и вот через эти кристаллы все планеты взаимодействуют с помощью вот этих частот это есть наверное музыка сфер потом дальше у меня тоже пошла информация еще есть Вашкевич такой Николай Николаевич он говорил что вообще русский язык очень тесно связан вот с арабским языком то есть русский язык если не понимаешь некоторые слова как он говорил надо прочитать на арабском в обратную сторону как читаются они эти слова это Вашкевич говорил у меня получилась вот такая пирамида опять вот это вот эта пирамида она здесь буквица вот здесь у меня буквицы записаны вот так а сбоку вот это арабский уже алфавит и он прекрасно тоже вписывается в эту пирамиду то есть мысль какая у меня то что если добираться до вершины буквица 49 букв и вот мы если пойдем вот так с одного конца пойдем и будем идти вот первый ряд пройдем буквицу потом дальше дальше на второй ряд уже эта сторона потом дальше на третий ряд на четвертый и вот так дойдем до вершины на вершине у нас будет 49 буква буквица начиная с первой вот так по кругу но у нас останутся как бы пустые ряды и вот в эти ряды гармонично впишется тогда как раз вот это 28 цифр 28 ячеек остается пустых и вот этот арабский алфавит он как раз имеет 28 знаков и вот тоже по кругу и получится полноценная полновесная заполненная русско-арабским текстом каким-то информация пирамида ну это естественно опять куб здесь кристалл вот какие-то такие мысли пришли мне в голову и вот это все зарисовал записал и вот недавно поговорив с этим человеком мы договорились наверное вот так что будет лучше если мы выложим об этой информации расскажем я согласился почему нет наверное она для этого идет эта информация она в душе у меня как бы я должен рассказать такое понимание у меня идет она и я должен это отдавать потому что внутри себя держать это нельзя держать информация она распирает изнутри и надо доводить отдавать вот то что мы договорились вот я это и делаю надеюсь что кто-нибудь увидит это видео может кому-то поможет это и рад буду общаться кому понравится это видео можете набрать меня вконтакте есть стенка своя там и в одноклассниках есть видео вот это все записал вот это ну более подробно это уже можно так как уже при разговоре более подробно это все обговорить просто здесь вот такие условия ну как могу вот как могу довести до вас это вот так я довожу вы не смотрите что я вот такой есть какой я есть и не что не обманываю вас не что она вот так информация пришла и у меня сердце говорит и голос говорит такой что отдаю и вот я в какой форме могу его выдать вот такой форме даю вы не смотрите на меня вы просто смотрите и слышите то как говорится услышит тот кто имеет уши и увидеть тот кто глаза имеет да имеющий уши да услышит вот так и примите эту информацию к сведению если она кому-то нужна а видимо это все не зря зря ничего не бывает и примите это к сведению и буду рад сотрудничеству поделюсь своими соображениями тоже сам рад буду узнать что-то новое может что-то у нас совместно получится чему я очень рад буду вот этим я хотел с вами поделиться еще раз хочу вам пожелать чтобы вы понимали друг друга любили друг друга ценили друг друга ценили то что у вас есть вот так мне тоже в 49 лет вот эта информация пришла всему свое время наверное как говорится не судите строго постарайтесь меня меня понять тоже может в дальнейшем я еще больше разберусь в этом может появиться соратники которые так же думают как и я может поможем друг другу и к чему-то хорошему приведет это нас в итоге спасибо вам всем то что вы есть успехов вам всем еще раз с праздниками наступающими днем победы вас наступающим всего доброго и лети ты на крылатом коне рус далекие тысячелетия рус 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 Продолжение следует...